Никогда не думал, что бомба может быть вот в такой симпатичной упаковке. Тем не менее, это реальная бомба, потому что это первый на рынке, насколько я знаю, автомобильный компрессор АК-35 Digital. То есть слово Digital нам говорит о том, что он цифровой. Несмотря на то, что компрессор цифровой, выглядит он довольно мощно. То есть планшетом iPad я бы его не назвал. Но оно и понятно, здесь должен быть настоящий мотор, который будет выдавать настоящий воздух. А цифровое здесь только управление. Зачем оно цифровое, расскажем чуть позже. Штекер в гнездо для прикуривателя. Пока что, на первый взгляд, ничего сверхъестественного. Сразу включим питание. По идее, это должно как-то отобразиться на нашем устройстве. Мониторчик заработал. И он показывает, что у нас 0 килограммов. Итак, компрессор АК-35 Digital. В общей сложности 6 кнопочек. Все подписано. Написано «Фонарь». Да, фонарь действительно работает. Нам он сейчас не нужен. Давай, спокойной ночи. То есть понятно уже, что раз компрессор заработал сразу от питания, значит, вкл-выкл. Это исключительно по поводу выдаваемого воздуха. То есть нажимаем. Режим. Нажимаем. И видим, что меняются у нас, смотрите, килограммы на сантиметр квадратный и паскали. Цифровое управление нужно для того, чтобы можно было выставить давление, которое нужно накачать этому компрессору. Пусть будет 2,3. Вот так вот. Среднее такое значение. Ну все. Запускаем. И, кстати, нужно обязательно провернуть одну операцию. Включить секундомер. Просто интересно, за какое время накачается это 16-е колесо. Резины у нас тут 195-55. Ну, в общем, Prius и Corolla и иже с ними. Старт. Довольно устойчивый компрессор, потому что обычно это все уползает, убегает. Сейчас нужно остановиться. Есть. 3,45. Не нужно гнаться за каким-то мощным компрессором, потому что мы теперь не ждем на улице. Мы делаем свои дела. Греемся в тепле. Сейчас вот мне интересно посмотреть максимум, который можно выставить на этом компрессоре. Максимум 7 килограммов. И вот причем, чем выше поднимаешь максимальное давление, меняется также вот этот внизу индикатор, который говорит нам в процентном соотношении о наполненности шины. Здесь есть очень полезные две функции. И вот из-за них отвечает вот эта вот крупненькая кнопочка. Но, чтобы все это дело разузнать и определить, мы уже переместимся из этой замечательной студии в обычный, грязный, но вполне рабочий бокс, где мы сможем проверить тестер батареи и тестер генератора. Нажимаем на волшебную кнопочку теста батареи и генератора. Попадаем сначала в тест батареи. Вольтметр показывает 12 вольт и 15 сотых. С помощью нашего бессменного тестера прямо с клемм аккумулятора проверим и увидим, насколько все соответствует действительности. Видим 12,16 вольта. Одна сотая вольта теряется где-то в проводах. Теперь нам нужно завести двигатель и проверить генератор. Мы видим цифру 14,14 вольта. Это немножко меньше, чем показывает наш компрессор, но при этом зарядка, как видим, идет, все хорошо. Теперь мы сымитируем отсутствие зарядки. То есть я удалил предохранитель, который связывает наш генератор с аккумулятором. Как видите, 12,5 и падает. Посмотрим, что показывает наш компрессор. Сняв разъем возбуждения с генератора, мы получаем перезаряд. И вот, собственно, компрессор нас не обманывает, он об этом четко сигнализирует. В случае заглушенного двигателя зарядки, естественно, нет. И мы видим, что индикатор нам об этом четко сообщает. Видим напряжение 12,6 на клеммах. Вот. Ну и индикатор отсутствующей зарядки. Все очень просто и понятно. То есть с помощью такого компрессора любой, в принципе, обыватель может спокойненько, так сказать, наглядно увидеть, что у него с бортовой сетью творится. То есть увидеть и состояние аккумулятора, и проконтролировать его при разряде в то время, когда он качает колесо, не заводя мотор. И проверить, насколько у него хорошо работает генератор. Вот. Я считаю, это весьма полезно и интересно даже.